Продолжение следует... Сейчас предприниматели и крупный бизнес столкнулись с новыми вызовами и барьерами. Конечно, в первую очередь они связаны с распространением новой коронавирусной инфекции. По последним данным федерального оперштаба, почти у 100 тысяч человек в России подтвержденный диагноз COVID-19. Последнюю неделю ежедневно врачи выявляют порядка 6 тысяч новых случаев заболевания. Несмотря на то, что многие организации приостановили свою работу, есть предприятия, которые не могут прекратить производство. Мы сами разрабатываем и производим решения по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Как мы не раз отмечали, сейчас очень важно для бизнеса, как крупного, так и малого, своевременно и в полном объеме получать актуальную информацию обо всех требованиях, об изменениях в законодательстве и нормативных документах, чтобы сохранить бизнес в этих непростых условиях. Мы объединили усилия и пригласили представителя главного надзорного органа в сфере обеспечения санэпидбезопасности для актуализации этой информации. Какие нормы безопасности обязаны соблюдать предприятия? Чем грозит нарушение этих норм? Как изменятся стандарты безопасности после пандемии COVID-19? Сегодня отвечаем на эти и другие актуальные для бизнеса вопросы вместе с начальником отдела надзора по гигиене труда, управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю, кандидатом медицинских наук Дмитрием Михайловичем Шляпниковым. Дмитрий Михайлович, приветствую. Добрый вечер. Отмечу, Дмитрий Михайлович специализируется на надзоре за условиями труда работающих. И сегодня мы дадим ответы на вопросы, которые волнуют как раз менеджмент предприятий, где есть работники, и сотрудников, которые тоже должны знать, какие условия работодатель обязан обеспечить для их безопасности. Дмитрий Михайлович, предлагаем начать с этих компаний. Вообще, какие организации продолжают работать в период самоизоляции? Да, ну мы все знаем, что у нас на территории Пермского края действует указ губернатора номер 23. Да, и именно в этом указе определены перечень деятельности организаций, которые можно продолжать работу в условиях повышенной готовности к чрезвычайной ситуации. Значит, перечень этих видов деятельности достаточно широкий. Он размещается там на двух листах этого указа. Но помимо этого существует возможность, и точнее она существовала ранее, в выдаче разрешений на осуществление деятельности. Эти разрешения выдавало Министерство промышленности и торговли Пемского края, и Министерство строительства Пемского края. На сегодняшний день выдача этих разрешений прекращена, потому что тем же самым изменением в указ губернатора внесено изменение, что выдача разрешений, которые осуществляло Министерство промышленности и торговли Пемского края, прекращена. Помимо этого существуют организации так называемые непрерывного цикла, которые осуществляют непрерывные деятельности, и те организации, которые осуществляют функционирование данных предприятий и организаций. Этот перечень размещен на сайте правительства Российской Федерации, то есть там их достаточно тоже много. Перечень этих предприятий определяет профильные Министерства Российской Федерации, и вот именно этим организациям и разрешено на сегодняшний день осуществлять деятельность, ну на территории, в частности, Пемского края. То есть на сегодня попасть в список таких организаций уже невозможно. То есть только если Министерство Российской Федерации, на уровне Российской Федерации, правительство Российской Федерации расширит этот список тех организаций, которым разрешена деятельность. Ну или будут какие-то внесены изменения в указ губернатора. Но на сегодняшний день выдано порядка Министерством промышленности и торговли, порядка 2100-2200 разрешений организаций. И именно вот эти организации могут осуществлять свою деятельность на законных основаниях. Те предприятия, которые продолжают работать на законных основаниях, должны соблюдать некие требования. Какие требования сейчас во время пандемии введены для этих предприятий? Существует и вышло постановление у главного государственного санитарного врача Пермского края номер 2326 о мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Пермского края. В этом постановлении как раз определены те обязанности, которые должны осуществлять юридические лица и индивидуальные предприниматели, которым разрешена деятельность при осуществлении своей деятельности. То есть начнем с входа на предприятие, с входа в организацию. То есть это, во-первых, входной фильтр в виде измерения температуры всех работников, которые приходят на предприятие на работу. То есть это осуществляется бесконтактным методом. В случае, если у работника температура нормальная, то есть не превышает допустимые нормативные величины, работник проходит на рабочее место. При этом юридическим лицом, то есть работодателям должны быть обеспечены условия для осуществления дезинфекции рук работников персонала организации, проведения влажной уборки с применением дезинфекционных средств. Осуществлены запрет на перемещение между цехами или участками работников, чтобы они не контактировали друг с другом. То есть принцип такой групповой изоляции только в пределах своего цеха, своего участка. Есть требования к организации питания работников, то есть либо если централизованное питание, то работа столовой может быть организована на вынос, где это возможно и это осуществляется на сегодняшний день. Если это невозможно, то могут быть организованные комнаты приема пищи. Требования к этим комнатам приема пищи тоже имеются, то есть там должна быть обязательно раковина для мытья рук, обязательно проведение влажной уборки с применением дезинфекционных средств этих помещений. Также снабжение масками, обеспечение масками и перчатками, а также условиям для дезинфекции рук. То есть либо это дозаторы с дезраствором, либо спиртовыми салфетками того персонала, который контактирует с посетителями. То есть это, ну, допустим, либо прием какой-то корреспонденции очень важный, хотя корреспонденция не рекомендуется, а должна быть организован прием корреспонденции дистанционным способом, то есть бесконтактно. То есть вложить в ячейку какую-то и потом персонал организации, там учреждение ее забирает, чтобы исключить тоже контакт. Продезинфицировав при этом. Ну, не обязательно продезинфицировав, но тем не менее взять в перчатках те же самые. Как раз вот и есть требования, чтобы этому персоналу работодатель выдавал эти средства защиты. Вот таким вот образом. Ну, вот основные моменты, которые я назвал, более подробно, более подробно можете, могут наши слушатели, да, ознакомиться с рекомендациями Роспотребнадзора, которые размещены на сайте Федеральной службы Роспотребнадзора. Там есть рекомендации для каждого вида деятельности, то есть для строительной отрасли, для промышленных предприятий, для агропромышленного комплекса, для работников, которые, для организаций, которые работают вахтовым методом. То есть там все эти рекомендации, которые необходимо соблюдать и выполнять предпринимателям, работодателям, освещены, озвучены. Также там не только есть для промышленных предприятий, но и для предприятий торговли, для предприятий социальной сферы. Вот, пожалуйста, кому интересно, как бы, и кто хочет защитить себя, своих работников, своих близких, ознакомьтесь и, ну, соблюдайте. Угу. Но те требования, о которых вы сказали, которые есть в постановлении главного санитарного врача в Пермском крае, кстати, да, это, эти нормы, они распространяются и в других регионах, да, то есть там... Нет, они действуют на территории Пермского края. В других регионах, я имею в виду, подобные были приняты, да, в других регионах. Да, да. И вот эти вот меры, конкретные измерения температуры, индивидуальные средства защиты и периодическая дезинфекция, они для всех одинаковые, правильно? Да, да. То есть они зависимы там, вахтовым методом, социальная сфера? Конечно, конечно. Выполнение работ только в этих условиях. Угу. Вы, как надзорный орган, уже встречали предприятия, которые... Ну, то есть как вообще происходит это на практике? Предприятия эти требования соблюдают? Встречаются ли случаи, когда не соблюдали? Ну, управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю выдается предписание всем организациям, которым разрешена деятельность, вот, предписание о выполнении противоэпидемических вот этих вот мероприятий и контролируется их выполнение. То есть контролируется оно в виде, значит, того, что, во-первых, работодатели, юридические лица обязаны ответить нам на это предписание, как они выполняют их, а также в виде выездных проверок, которые организует Управление Роспотребнадзора в отношении юридических лиц. То есть мы выезжаем на эти организации и предприятия и проверяем как раз по пунктам, что должно быть первое, второе, третье, десятое и так далее. Вот, среди организаций, которые мы проверяли уже на сегодняшний день, да, встречаются некоторые виды нарушений, вот, мы составляем протоколы об административном правонарушении и, значит, мы будем наказывать эти организации и предприятия. Вот у нас есть один из вопросов, которые задают нам во время прямого эфира. Виктор, я работаю на предприятии, но не всем выдали маски. Что делать, куда жаловаться, обязан ли работодатель обеспечивать сотрудников масками? Ну, вы выяснили, что обязан. Я сказал, что обязан только тех, кого, кто контактирует с посетителями. То есть если это, ну, скажем, токарь, да, то, ну, соответственно, у работодателя такой обязанности нет. То есть это уже сам человек должен позаботиться о применении средств индивидуальной защиты. Вот. Точно так же, как мы с вами заботимся, да. И, кстати, по указу губернатора любой человек, даже идя от работы до дома и от дома до работы, должен быть в маске, там, да, перчатках. То есть это в указе прописано. И это тоже контролируется, но контролируется уже не Роспотребнадзором. То есть мы частные лица, как бы, ну, в таком плане не контролируем. Вот это контролируется уже Министерством внутренних дел. То есть, ну, вы видели, наверное, ходят наряды полиции, да, которые как раз останавливают людей, интересуются, куда вы пошли, с какой целью. Ну, и, соответственно, проводят какие-то беседы профилактические, значит, на предмет того, что необходимо соблюдать в том числе и применением средств индивидуальной защиты. Вернемся к предприятиям. Вы сказали про административное право нарушение. Да, еще жаловаться на вопрос. Куда жаловаться? Да, если вот вы попадаете под категорию, кому обязан работодатель выдать, но не выдает, а чем жаловаться, Роспотребнадзор. То есть наша работа сейчас построена на дистанционном режиме. То есть на сайте нашего учреждения, да, есть такая иконка обращения. То есть можно в письменном виде через электронную почту обратиться, электронное обращение. Обращение. Вот обратиться, написав как бы жалобу, обращение, ну, обязательно указать юридическое лицо, в отношении которого вы жалуетесь. Что не просто так вот я работаю на предприятии каком-то или в организации, а мне не выдают. Чтобы у нас было основание, даже не основание, а предметная проверка в отношении конкретного юридического лица. А свое имя обязательно при этом указывать или можно сделать это анонимно? Нет, анонимные обращения у нас не рассматриваются. Обязательно имя, фамилия, отчество и обратные контакты, куда мы можем ответ направить, а также позвонить или обратиться к этому заявителю, чтобы, может быть, узнать какие-то дополнительные вопросы, там, данные, которые нам необходимы. Все обращения, ну, так, скажем, являются конфиденциальными. То есть мы их не разглашаем ни работодателю, там, ни каким-то другим организациям, в отношении которых осуществляется жалоба. Поэтому здесь, ну, никаких опасений у заявителя как бы не должно быть. То есть мы соблюдаем все принципы закона об обращении граждан. Вернемся к предприятиям. Все-таки, а чем грозит нарушение этих норм санитарно-эпидемиологических? Вы говорили об административном правонарушении. Насколько я знаю, есть еще и уголовная ответственность за нарушение таких норм. Вот поподробнее на этом моменте. Какие санкции, какие штрафы? Да, ну, на сегодняшний день, вот в апреле месяце, введена новая часть статьи 6.3 Кодекса об административном нарушении. Это статья, сама статья 6.3, вся о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Так вот, введена часть 2 этой статьи, которая говорит, что несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил и противоэпидемических мероприятиях в условиях режима готовности к чрезвычайной ситуации, в условиях опасности распространения заболевания, которое является опасным для окружающих людей, а также в режиме повышенной готовности, введены наказания достаточно жесткие, очень большие штрафы. Для юридических лиц это от 200 до 500 тысяч рублей, для должностных лиц от 50 до 150 тысяч рублей, ну и для частных лиц от 15 до 40 тысяч рублей за это нарушение. Причем вот про уголовную ответственность, если вы заговорили, то введена также часть 3, в случае, если действия или бездействия, предусмотренные как раз противоэпидемическими мероприятиями, о чем я говорил, приведут уже к заболеванию работника человека, к нарушению его здоровья или смерти, то это уже действие приводит к штрафу на юридических лиц до миллиона рублей. Но там есть оговорка, что если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то есть мы, как Роспотребнадзор, как надзорный орган, не рассматриваем уголовные наказуемые деяния, это как раз вот в уголовном кодексе есть нарушение санитарно-эпидемиологических правил, но это уже налагает санкции, там применяют это, это МВД, там, не знаю, следственный комитет и так далее, то есть те, кто занимается уголовным кодексом. И хочу также отметить, что вот эти санкции, которые я сказал по статье 6.3 кодекса об административном правонарушении, налагает суд. То есть мы готовим все материалы и передаем материалы в суд. И суд уже решает, какое наказание, либо приостановить деятельность, кстати, эта статья тоже предусмотрена, приостановка деятельности до 90 суток, либо наложить штраф. Про вашу деятельность, конкретно Роспотребнадзор, каким образом контролирует соблюдение этих норм? Немножко мы об этом заговорили, ну вот вообще прям конкретную ситуацию, да, это какие-то выездные проверки, с какой частотой они проходят, как выбирается компания, то есть это только по заявлению или есть какой-то план, как сейчас это происходит вот с вашей стороны? План есть, но также если приходят вот эти вот обращения граждан, жалобы, вот конкретно там не выполняются какие-то противоэпидемические мероприятия, у нас отсутствуют там дезинфектанты, да, которые работодатель не обеспечил тем-то и тем-то средствами защиты, мы, конечно, в первую очередь реагируем на эти обращения, вот, но работаем мы, конечно же, по плану, по плану как раз проверки предписаний, которые мы выдали. Вот как раз мы заканчиваем работу по выдаче тех предписаний тем юридическим лицам и организациям, которым выданы разрешения Министерством промышленности Пермского края. Ну их, вот, как я сказал, порядка 2200, то есть это определенное время занимает, но мы, тем не менее, и начинаем уже осуществлять проверки, вот, проверки, конечно, выездного характера, вот, ну и, как бы, будем уже смотреть, какие там нарушения, если будут находиться, то, как я сказал, в обязательном порядке применять шахтные санкции, там, наказание по статье 6.3, часть 2. Есть ли сейчас какие-то прогнозы о том, вот, как изменится законодательство в области соблюдения санитарно-эпидемиологических норм после пандемии? То есть, войдут ли какие-то нормативные документы, какие-то новые пункты обеспечения, там, масками, перчатками, ну, индивидуальной защитой, измерение температуры, вот эти вот моменты, как вы считаете? Что подсказывает опыт? Да, ну, поскольку мы, как бы, структура федерального, да, подчинение такая жесткая, вертикально интегрированная, то мы работаем по тем санитарным правилам и нормативно-правовым актам, которые принимаются на уровне федерации, то есть на уровне Российской Федерации, на уровне правительства, на уровне, там, Минюста и федеральной службы. Я могу сказать, что по обеспечению масочного режима. Масочный режим, по сути-то, он у нас ведь и никогда не уходил из нашей деятельности. То есть, существуют санитарные правила по профилактике гриппа и ОРВИ, а коронавирусная инфекция относится к ОРВИ, острым респираторным вирусным инфекциям. И вот относительно этих заболеваний, всегда в период эпидемиологического сезона подъема заболеваемости гриппом мы контролировали соблюдение масочного режима для профессиональной группы риска. Профессиональные группы риска – это те, кто как раз вот по своему роду деятельности, по своей профессии, по своей профессиональной деятельности контактируют с большим количеством людей и подвержены как бы высокому риску заболевания. Ну, гриппом, а сейчас как бы ковидом, да. То есть это персонал больниц, это кондукторы общественного транспорта и водители общественного транспорта, и это продавцы этих магазинов. То есть вот в отношении них мы всегда проводили мероприятия по соблюдению ими масочного режима. То есть он никогда не прекращался, и я думаю, что, ну, как вот он, ну, только будет, наверное, ужесточаться, я так предполагаю, потому что, ну, как вот это заболевание, ну, по сути, раз оно появилось, оно навряд ли куда-то денется. То есть нам нужно будет как-то с ним дальше жить и обезопасить себя, и не только как бы по профессиональной деятельности, да, но и нахождение в общественных местах тех же самых. Мы уже поговорили немного об измерении температуры как одном из требований для предприятий в текущей ситуации. Вы говорили, точнее, есть в рекомендациях Роспотребнадзора федерального, что это могут быть и там люди с пирометром, да, это бесконтактный термометр, это могут быть какие-то устройства, которые дистанционным способом измеряют температуру. Вот давайте подробнее поговорим о таких решениях вообще. Что это за устройство и встречались ли вы в своей практике, там, во время проверок выездных с такими устройствами? Ну, мы встречались на сегодняшний день только с переносными термометрами, вот, ну, точнее, тепловизорами, да, вот, и, ну, я, допустим, каждое утро встречаюсь с ним, заходя на работу. То есть нас тоже проверяют, то есть мы тоже соблюдаем эти требования. То есть у нас также при входе стоят дозаторы с средством, то есть мы все это обрабатываем, вот, и не только при входе, но и в местах общего пользования, то есть все это есть у нас. Вот, ну, вот, каждое утро у нас специально выделенный сотрудник назначенный встречает всех наших работников, кто приходит на работу, проверяет их на соблюдение, на как раз на того, чтобы вот повышенная температура или нет. Это термометры, точнее, тепловизоры такие тоже ручные, да, с сотрудниками? Ручные, переносные, да. То есть вот вы в своей деятельности пока не встречались с тепловизорами, которые работают вообще без участия человека? Пока нет, да, пока не встречали. Вот, Дмитрий Михайлович, мы предлагаем вам прямо сейчас понаблюдать и на себе испытать, как работают такие устройства. На примере нашего продукта это терминал для бесконтактного измерения температуры промо-бот термоконтрол. Нам бы хотелось услышать ваше экспертное мнение по поводу таких устройств, конкретно нашего решения. И я передаю слово своему коллеге, руководителю коммерческого, руководителю коммерческого департамента компании промо-бот Ивану Коллегову. Да, добрый день, коллеги. Добрый вечер уже. Как сказали коллеги, очень важно обеспечить контроль температуры на предприятии, контроль температуры сотрудников для того, чтобы снизить вероятность заражения. И наша компания в прошлом месяце, в марте, как раз организовала производство вот таких терминалов. И три основные цели, которые мы ставили перед собой, когда начали разработку, это то, что такие измерения должны быть, во-первых, автономными, безопасными. Они должны быть без участия человека, чтобы не заразить того специалиста, который проводит измерения каждый день на предприятии. И чтобы и он не заразился, и чтобы он не передавал, не был переносчиком заражения. Второе – это скорость измерения, потому что для любого предприятия на проходной очень важно каждое утро, чтобы не создавались очереди, чтобы, опять же, не было вероятности заражения во время ожидания, чтобы люди могли комфортно и быстро проходить. И третий параметр – это точность измерения. Так вот, этот прибор позволяет нам сегодня производить измерения с максимальной точностью 0,2 градуса. Максимально быстро, когда мы на одного человека тратим не более 5 секунд, в среднем от 3 до 6 секунд происходит измерение одного человека. Это время от того, как он подошел, измерил и пошел дальше по своим делам. И благодаря тому, что этот терминал работает без участия человека, он автономный, мы вероятность заражения исключили полностью. Мы можем провести измерения удаленно, уведомить специалистов, которые должны дальше человека обследовать. Мы можем преградить доступ, передав информацию на систему контроля доступа, и у человека будет аннулирован доступ на предприятие, он просто дальше через турникет уже не пройдет. Уже в ходе испытаний, я расскажу об этом позже, мы кроме этих трех вещей научились автоматически регистрировать такого человека. Мы отправляем фотографию, мы отправляем его температуру, фамилию, имя, отчество, время, когда было сделано измерение, в специальный реестр, и любой человек может это все проверить. Давайте я расскажу чуть подробнее, как он устроен и как он работает. Два основных узла – это дисплей с микрофонами и динамиками. Каждый человек, когда подходит, он, естественно, видит первый раз, и ему нужно помочь сориентироваться. Поэтому здесь есть три подсказки прямо на экране. Нужно встать на платформу, нужно поднести лоб к датчику и отрегулировать расстояние, чтобы оно было 5 сантиметров. Почему 5 сантиметров? Потому что инфракрасный датчик может именно на расстоянии 5 сантиметров обеспечить точность 0,2 градуса. Это самая высокая точность. Если мы будем голову держать дальше или измерять более далекого расстояния, то точность будет ниже. Это первый узел. Второй узел – это сам датчик. И он состоит из трех основных компонентов. Первое – это камера. С помощью этой камеры мы, во-первых, определяем лицо человека и подстраиваемся под его рост. Я даже могу продемонстрировать. Вот сейчас, если обратите внимание на вот этот желтый узел, как только я попадаю в кадр, он измеряет свой рост. И начинает мне подсказывать, что нужно сделать. Если человек ростом пониже, то камера тоже определяет и опускает датчик. Потому что люди бывают разного роста. Кто-то 160 сантиметров, кто-то 2 метра. И важно сделать это измерение комфортным для любого человека, раз мы не задействуем какого-то специалиста. Помимо камеры, которая фотографирует человека, распознает его лицо и отправляет фамилию его в базу данных, здесь еще используется дальномер, который позволяет измерения производить на расстоянии 5 сантиметров. И сам датчик. Давайте я… Все. То есть мы произвели измерение и отправили данные. Человек пошел по своим делам. Я, наверное, сейчас покажу, как это происходит. Екатерина, ты мне поможешь, да? Давайте, ты подходи, а я буду рассказывать. Екатерина подошла. Датчик ее увидел и подстроился под рост. Как только она подойдет чуть ближе, он начнет ей подсказывать. Я не знаю, будет вам слышно или нет. Подходи. Он определил, что она находится. Поднесите лоб к датчику. И говорит, поднесите лоб к датчику. Дальше на экране Екатерине подсказывает расстояние этот датчик. После этого он проводит… Температура в норме. Он проводит измерения. Причем он производит измерения не только лба, а в целом лица и ищет самую теплую точку. Как только он измерения провел, он Екатерине на экране вывел информацию о том, что ваша температура в норме, вы можете проходить. Он сказал Екатерине, он отправил данные в реестр, он отправил данные охраннику на телефон, если это ему удобно в чат-бот, либо на его рабочее место на экран. Если бы у Екатерины была температура 37,2, то он бы сигнализировал сигналы на тревоге. Это один человек. Теперь у нас есть несколько человек, чтобы мы показали, как это происходит на предприятии. Допустим, у нас сейчас уже, по-моему, порядка 20 приборов были отгружены и внедрены на предприятиях. Это и Уралхим, это Соликамский магниевый завод. Завтра отправляем в Новотек, плюс вокзалы и так далее. Там поток людей большой каждый день, поэтому давайте покажем, как это происходит. А у нас есть несколько человек, чтобы показать, да? А, вы по кругу будете ходить. Человек прошел, измерение провел и пошел. 36,3. Поднесите лоб к датчику. Ваша температура в норме. Ну, больше не будем гонять наших прекрасных дам. Все, измерение мы провели, показали, и я бы хотел пригласить вас, коллеги, чтобы вы смогли сами посмотреть, как это работает, и уже так, оценить с точки зрения и пользователя, и специалиста. Да, пожалуйста. Поднесите лоб к датчику. Ваша температура в норме. Сколько он показал? 35,5. 35,5. Так. Иван, спасибо тебе большое за то, что рассказал, как все это работает. Предлагаю сейчас Дмитрию Михайловичу, спасибо, Иван, прокомментировать вообще такие решения, конкретно наше решение про модуль термоконтрол, как вот эксперта-специалиста. Ну, с нашей точки зрения, главное, чтобы измерения проводились корректно, то есть все были сертификаты в соответствии на работу данного измерительного устройства. Вот. А каким образом решением это будет выполнено, либо человеком, либо, ну, так вот, дистанционно, это, как бы, ну, для нас большого значения не имеет. Здесь уже принимаются во внимание все, как бы, ну, не данные Роспотребнадзора, не требования Роспотребнадзора, а требования уже других законодательных документов, в том числе, там, по сохранению этих данных, допустим, да, где-то, вот, если это требуется. Вот. Ну, на предприятии, наверное, это можно как-то устроить, да, путем заранее, как бы, сбора согласия на эту обработку. Ну, те же самые алкотестеры, когда предсменные осмотры проходят, ну, тут принцип тот же самый. Вот. Ну, самое главное, чтобы это было все выверено точно и со всеми разрешающими, там, сертификатами, соответствия, там, документами. С точки зрения Роспотребнадзора главное соблюдение норм и правил. Соблюдение норм и правил, да. С точки зрения даже защиты той же информации личной, вот этой температуры, и с точки зрения правильности, точности измерения. У нас есть ряд вопросов от предприятий, которые, собственно, рассматривают, там, к приобретению, которые приобрели, или которые используют какие-то альтернативные решения, к вам, как к надзорному органу. Есть ли какие-то предписания, нормы, которые касаются того, что в процессе измерения обязательно должен принимать участие какой-то специалист, медицинский работник? Ну, поскольку, собственно, процедура измерения температуры, это, ну, своего рода медицинская манипуляция, да, то, конечно, соблюдение процедуры именно как с точки зрения врачебной, то, наверное, да, тут должен присутствовать человек с медицинским образованием. То есть это будет либо не обязательно врач, это может быть фельдшер, медицинская сестра, вот такого плана. Но теоретически это может быть человек, который может следить за, там, пришедшими из такого... Ну, теоретически, если это будет, ну, такого вот автоматизированного уровня, когда будут документы о том, что вся эта, ну, там, скажем, алгоритм действий этого оборудования, да, там, у меня робота соответствует медицинским манипуляциям, и где он будет давать свое корректное заключение, да, о том, что соответствует ли температура нормативному значению, либо не соответствует, то да, наверное, можно будет. Вы, как представитель надзорного органа, можете вот преимущество такого решения обозначить? Ну, в качестве надзорного, наверное, нет. Нам же главное, чтобы был организован входной фильтр, вот. Вот, а будет это, как я уже говорил, человек, который стоит с тепловизором, либо это будет автоматический какой-то комплекс, ну, наверное, не столь важно. Преимущество с точки зрения Роспотребнадзора в том, что он свою задачу решает. Да, нам важно, чтобы он свою задачу решал. Еще один из вопросов предприятий спрашивают, не будет ли такая стойка способствовать распространению вируса, если один человек подошел, переносчик, да, подышал на стойку, следующий вдохнул, вообще, возможно ли вот такая стойка? Я не зря подошел в маске данному аппарату, да, чтобы продемонстрировать, что здесь, ну, наверное, как бы, да, влияние человека на собственное оборудование, ну, минимальное. То есть здесь не требуется вдыхание в датчик, да, какой-то. Здесь как раз требуется, даже не касается тела человека, не касается датчика, да, то есть это все дистанционно проводится, вот, то есть, ну, при соответствующей все равно дезинфекционной обработке оборудования, как любой, допустим, той же двери, когда люди входят на предприятие, турникета, да, то есть, наверное, тут будут соблюдены все эти требования. Дмитрий Михайлович, буквально 5 минут у нас остается, чтобы разобрать вопросы, которые приходят нам во время эфира, наши зрители их оставляют во время трансляции, некоторые из них, вопросы от читателей портала «Мой город Пермь», к сожалению, от них мы никак уйти не смогли. Вопрос вот конкретно к вам, как к представителю Роспотребнадзора. И МЧС, и Роспотребнадзор рекомендуют не носить маску на улице, только в магазине, в автобусе, там, на работе, в каком-то замкнутом пространстве, да. Полиция так не считает, кому верить? Что делать? Ну, насчет тут веры, неверы, наверное, речь не идет. Речь идет о выполнении того нормативного законодательного акта, который есть на сегодняшний день, то есть это указ губернатора. Если там прописано, что при нахождении на улице человек должен быть в маске-перчатках, то, соответственно, полиция выполняет как раз свою функцию, то есть это выполнение требует выполнения указа губернатора. Вот. Ну, я могу также от себя добавить, что при движении по улице, ну, ведь маска выполняет роль защиты человека при контакте с человеком, да. Вот мы, двигаясь по улице, не знаем, когда мы столкнемся с человеком, то есть выйдет он из-за угла внезапно, да, либо при входе в подъезд тот же самый, мы открываем дверь, нам навстречу выходит человек, то есть мы здесь не знаем и не можем как бы прогнозировать это. Ну, вот с точки зрения вот такой вот, наверное, необходимо ее все-таки носить, то есть это не такой уж большой дискомфорт в сравнении с тем, что, ну, может случиться, да, заболевание. Вопрос может быть не к вам, но, тем не менее, читатели, зрители задают про работу социальных объектов, в том числе, там, парикмайкерских стадионов и больниц в обычном режиме. У Роспотребнадзора есть какая-то информация вот об этом? На сегодняшний день спрогнозировать это очень сложно, то есть все это будет зависеть, будет от той ситуации эпидемиологической развития, да, заболевания, которая на сегодняшний день имеется, это вот коронавирусная инфекция. То есть каждый день, ну, мы с вами читаем новости и видим, что имеются случаи заболевания, вновь заболевших, в том числе, к сожалению, там, часть людей гибнет от этого заболевания, то есть каким будет образом развиваться дальше, ну, спрогнозировать очень сложно. То есть это все в таком, ну, там, скажем, с колес в онлайн-режиме решается, то есть исходя из той ситуации, допустим, если вот удастся нам теми мерами, которые на сегодняшний день есть, остановить развитие, да, дальше заболевания, тогда будет какое-то, ну, послабление, да, если будет продолжаться развитие заболевания, ну, там будем смотреть, что будем дальше делать. Еще есть вопрос о Роспотребнадзоре. Вот некоторые предприятия говорят о том, что рядом вот с такими вот терминалами вообще измерения температуры в пунктах должен быть сотрудник Роспотребнадзора. Что вот это вот за норма вообще? Чуть-чуть можете рассказать в паре слов? Нет, у нас, наша служба регламентирована измерение как раз, ну, температуры и вообще проведение каких-то мероприятий в пунктах пропуска через границу. Вот. Там сотрудник Роспотребнадзора должен быть. В местах вот межмуниципальных каких-то тех же автовокзалов, тех же ЖД вокзалов, да, таких требований вот обязательных нет. То есть, ну, это будет все решаться, ну, так вот, скажем, для обсуждения оперативного штаба. То есть, если будет принято решение, что именно сотрудник Роспотребнадзора должен там быть, хотя, ну, для чего он там, то есть, есть медицинские работники, если уж мы говорим о процедуре измерения температуры, да, вот, есть администрация этих учреждений, да, этих вокзалов, которые должны соблюдать определенные мероприятия противоэпидемические, которые Роспотребнадзор предписывает выполнять. Вот мы только с точки зрения проверки выполнения этих мероприятий. Продолжают задавать вопросы. Вообще, человек, который измеряет температуру, не опасно ли ему в этот момент, ну, вот, человек, который находится на пункте измерения температуры, человек, который измеряет температуру, Не находится ли он в данном случае в зоне риска, что он может заразиться с потенциальным разносчиком вируса? Ну, риск, он как бы, так сказать, у нас нулевого риска нет вообще, да, то есть у нас какое-то минимальное все равно есть риск даже при поездках в транспорте или хождении на улице, когда мимо проходит человек, допустим, вот, но все это определяется величиной этого риска. То есть человек, который измеряет температуру, если мы говорим про человека с тепловизором, да, он ведь находится в средствах защиты, то есть это обязательное условие, те же маски, перчатки и даже одноразовые комбинезоны у него, вот, то есть при соблюдении определенных мер, то есть этот риск, ну, сводится как бы не то, что к нулеву, но минимальным каким-то величинам, вот, конечно, полностью исключить невозможно это. Но соблюдение, применение средств защиты, оно обязательно. Дмитрий Михайлович, буквально пару минут у нас остается на нашем эфире, предлагаю вам коротко, тезисно обозначить все-таки ответ на вопрос, как законно, как безопасно вести бизнес в условиях COVID-19, так буквально пару мыслей. Ну, во-первых, хочу сказать, что необходимо выполнять все те рекомендации, предписания, которые выдают специалисты, в том числе указы губернатора, которые появляются не просто так, а как раз по решениям оперативного штаба, куда входят все специалисты всех направлений. Вот, выполнять те рекомендации, предписания Роспотребнадзора, потому что они тоже, ну, так скажем, не как говорят Министерства труда, да, Рострудовая инспекция труда, правила охраны труда написаны кровью. Ну, тут можно провести аналогию, что правила Роспотребнадзора тоже прописаны, ну, не то что кровью, но здоровьем людей. То есть, вот, соблюдать те все правила. Конечно же, обязательно использовать средства защиты, не лениться и не, ну, как бы так, не стесняться их использовать, потому что это все-таки ваше здоровье, и никто, кроме вас, о своем здоровье лучше не побеспокоится. Вот, в случае, если вы увидели на своем предприятии, что какие-то мероприятия не соблюдаются, необходимо, ну, реагировать на это путем направления жалоб, обращений в Роспотребнадзор. Как я уже обозначил, дистанционно все это делается через электронные обращения, то есть, они все рассматриваются. Другой вопрос, что у нас сейчас идет этих обращений, ну, просто поток, поэтому, ну, мы стараемся их рассматривать все равно в течение, там, ну, максимум недели, потому что мы работаем, кстати, без выходных, да, то есть, работаем допоздна, все это рассматривается, мы стараемся все это сделать, ну, вот, тоже, ну, обязательно, обязательно оставлять в своих сообщениях обратные адреса, контакты, корректные адреса, потому что иногда люди, ну, не знаю, то ли путают, то ли еще по какой причине пишут неправильные телефоны, неправильные адреса электронной почты, с ними невозможно связаться, то есть, это тоже отнимает у нас, ну, массу времени и сил, вот, ну, а так соблюдать все те требования и рекомендации, которые выдают специалисты, ну, и все эти, по сути, это требования, они самые, ну, простые, элементарные, давно известные, начиная от мытья рук и заканчивая тем же самым дистанцией между людьми, да, то есть, если зрители обратили внимание, то мы, как бы, находясь без маски, соблюдаем как раз дистанцию, ту дистанцию минимальную, да, которая предписана как раз Роспотребнадзором, требования Роспотребнадзора, то есть, полтора метра, вот. Спасибо, Дмитрий Михайлович, время нашего эфира подошло к концу, не на все вопросы мы смогли ответить, но, тем не менее, наш разговор получился обстоятельным, конструктивным и, мы надеемся, полезным. Уважаемые зрители, спасибо вам за ваше время и ваши вопросы, вопросы, на которые мы не получили ответов во время эфира, которые будут относиться к деятельности Роспотребнадзора, мы обязательно передадим коллегам и выложим ответы на них в наших соцсетях, коллеги об этом позаботятся. Еще раз напомню, трансляция организована компанией Промобот при участии управления Роспотребнадзора по Пермскому краю и при поддержке портала «Мой город Пермь». Записи эфиров будут доступны на всех наших площадках, ВКонтакте, Фейсбуке и на Ютубе. Впереди у нас запланированы еще онлайн-встречи, так что подписывайтесь на наши обновления на всех площадках, подписывайтесь на нашу рассылку на сайте promodefizbot.ru и будьте здоровы. До свидания. До свидания.